Плохой обзор Ну и конечно же предупреждаю о спойлерах И во-вторых, давайте еще раз проголосуем Хотели бы вы увидеть обзор фильма под названием «Про уродов и людей» Если да, напишите об этом в комментариях И поставьте лайк под этим видео, чтобы я понимал, интересно ли вам в принципе серьезные обзоры Ну и плюс это конечно же поможет продвижению данного ролика Ну а фильм, о котором сегодня пойдет речь, нельзя наверное в полной мере даже фильмом назвать Нет, это не обычная художественная картина, это нечто другое Итак, фильм «Я тоже хочу» 25 февраля 1959 года в городе Свердловск, ныне Екатеринбург Родился Алексей Октябринович Балабанов В будущем культовый режиссер Чьи фильмы войдут в историю нашего кинематографа И можно даже сказать, встроятся в наш культурный код Хотя бы просто вспомните, какое количество пацанов Родившихся в конце 90-х, начале нулевых Назвали Данила именно в честь персонажа из фильма «Брат» Аналогом шекспировскому вопросу «Быть или не быть» Для, не скажу русских, а скорее русскоязычных людей стал вопрос В чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде У кого правда, тот и сильней Интересно, что как и большинство по-своему гениальных вещей Эта фраза была написана спонтанно Более того, сам режиссер говорил, что мол, снимая этот фильм второй раз Эту фразу бы он бы точно не добавил Здесь на самом деле сложно понять То ли Алексей Балабанов действительно так считает То ли здесь все-таки играет его природная скромность Так или иначе, фильмы этого режиссера у нас очень любят «Брат» первый и второй, «Морфи», «Жмурки» Это те фильмы, которые у нас многие пересматривают И будут пересматривать еще не один год Что интересно, но фирменный почерк режиссера Виден даже в самых первых его профессиональных работах Если, конечно же, можно их назвать таковыми Ведь они были сняты, когда еще Алексей Балабанов Проходил обучение на высших курсах сценаристов и режиссеров И трудился ассистентом на Свердловской киностудии Все вот эти вот классические проходки под музыку Главными саундтреками к этим фильмам, кстати, была музыка группы Наутилус Помпилиус Ведь Вячеслав Бутусов и Алексей Балабанов были давними друзьями Кстати говоря, Балабанов срежиссировал и несколько музыкальных глипов для Наутилусов А именно, клип на композицию «Черный бес», «Взгляд с экрана» И для композиции под названием «Во время дождя» Эта песня звучала в фильме «Брат» И в клипе, кстати, есть сцены с участием Сергея Бодрова, снятые специально для этого клипа Несмотря на то, что в большей части населения образ Балабанова как режиссера В умах закрепился как этакий наш Тарантино Но только, опять же, с нашим неповторимым колоритом Снимающий понятное для нас всех кино Но на самом деле, большая часть его картин это как раз таки фильмы, не направленные на массового зрителя Это скорее как раз таки артхаус, условно говоря, не для всех Вспомните, например, «Груз 200», «Счастливые дни», «Про уродов и людей», «Замок», фильм по мотивам произведений Кавки и другие Балабанов — это режиссер, который одинаково хорошо снимал и массовое кино И те фильмы, которые в какой-то мере уже можно назвать киноискусством В этом, собственно, наверное, и заключается этакий секрет его фильмов «Жмурки», «Война», «Груз 200» и да, даже фильм «Брат» Ведь в него тоже вшиты вторые смыслы Так и рождается магия в фильмах, которые на первый взгляд кажутся абсолютно простыми Но если обратиться к интервью, пресс-конференциям и прочему То по всему видно, что у Балабанова всегда лежала душа именно к, назовем это, артхаусу К моменту, когда стартовали съемки фильма «Я тоже хочу» Алексей Котяберинович Балабанов уже испытывал большие проблемы со здоровьем И долгое время проходил лечение Да еще и ко всему прочему сломал плечо, ключицу и руку И его последний фильм «Я тоже хочу» Это даже скорее не фильм в прямом смысле этого слова Это скорее размышление самого режиссера о жизни, смерти и поиске счастья Перед тем, как мы перейдем к сюжету фильма Для начала стоит обратиться к другим культовым авторам А именно к произведению Аркадия и Бориса «Братьев Стругацких» К одному, наверное, из самых популярных их произведению Называется оно «Пикник на обочине» По сюжету книги на земле, после посещения представителей внеземных цивилизаций Образовались некие зоны, в которые ходят люди и добывают некие артефакты Никому достоверно неизвестно, что это за артефакты и что они вообще дают Одни люди считают, что это всего лишь космический мусор Другие думают, что через них инопланетяне контактируют с человечеством и так далее Вообще гипотез строилось великое множество И вот есть люди, которые проникают в так называемые зоны Делают они все это ради того, чтобы добыть те самые артефакты Таких людей называют сталкеры Собственно, именно благодаря произведению Стругацких в наш обиход и вошло слово «сталкер» И да, именно идеи Стругацких лекли в основу также культовой серии игр под названием «сталкер» Одной из самых известных экранизаций произведения является фильм Андрея Тарковского Который тоже называется «сталкер» Сценарий к этому фильму писали сами Стругацкие Но несмотря на это, сюжет фильма мало чего общего имеется оригинальной повестью К чему я все это говорю? А к тому, что Алексей Балабанов тоже явно вдохновлялся произведением Стругацких Ведь сюжет фильма «Я тоже хочу» рассказывает о некой колокольне счастья Которая дарует людям то самое счастье Находится эта колокольня в какой-то до конца непонятно как возникшей зоне Но точно известно, что в этой зоне повышенная радиация и вечная мерзлота К этой колокольне за счастьем поедут и главные герои этого фильма А именно, музыкант Саша-бандит Второй бандит Матвей и его отец И проститутка Если прям вообще поверхностно рассматривать этот фильм То он до безумия прост Представляет он из себя неспешное путешествие героев к месту с некой аномальной активностью Но если чуть-чуть углубиться в целом в творчество Балабанова То можно обнаружить, что религия и разного рода религиозные отсылки и аллюзии Есть, если не во всех, то в абсолютном большинстве его фильмов Вот и в этой картине, в отличие от зоны Стругацких В картине «Я тоже хочу» зона с вечной мерзлотой Это та самая загробная жизнь Вступая в зону, люди умирают Поэтому персонажи фильма и говорят, что из зоны еще никто не возвращался Тут, кстати, есть еще один интересный момент А именно пересечение условное с картиной «Брат» Если проследить, как по сюжету менялся Данила Багров Изначально, будучи простым пареньком, таким добрым и искренним Он, повстречавшись с городом, а как известно, город – это страшная сила Город, город – страшная сила А чем больше город, тем он сильнее Он засасывает Только сильный может выкарабкаться Вот ты говорил, город – сила А здесь слабые все Город – это злая сила Сильный приезжает, становится слабым Город забирает силы Вот и ты пропал Обратите внимание, немец говорит, вот и ты пропал Потому что к концу фильма Данила Багров становится тем, с чем он сам боролся На смену его каким-то моральным ценностям и ориентирам пришли деньги Поэтому он всем их и предлагает в конце А отказываются от них, кстати, тоже только хорошие люди И вот здесь обратите внимание на погоду Осень, но не самая поздняя Учитывая питерскую погоду, это вообще ранняя осень Все ходят без шапок и в легкой одежде И как только мы услышали, что герой тоже пропал Проще говоря, духовно погиб Променяв что-то большее на материальные блага Погода резко сменяется на снежную зиму Символизируя собой гибель персонажа Он вообще выходит будто из ниоткуда И мы понимаем, что все-таки город его победил И вот уже во вторую часть фильма он входит другим персонажем И по ходу сюжета фильма «Брат 2» он снова меняется И снова переосмысливает все еще раз И здесь мы снова вернемся к той культовой фразе В Америке вся сила мира А в чем сила, брат? А вот в чем В деньгах вся сила, брат Определив для себя, что сила не в материальных благах В чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег И чего? Я вот думаю, что сила в правде У кого правда, тот и сильней Вот ты обманул кого-то, денег нажил И чего, ты сильней стал? Нет, не стал Потому что правды за тобой нет Данила покидает еще более сильный город Победив его В отличие от брата, которого город поглотил Я остаюсь! Я буду здесь жить! В фильме под названием «Я тоже хочу» вернемся к нему Зона, повторюсь, тоже холодная Несмотря на теплую погоду вокруг Как, собственно, и могила, в которой отправляется человек в конце своей жизни И вот только здесь, после того, как персонажи войдут в зону Или, проще говоря, умрут Мы встретим еще одну интересную, околорелигиозную отсылку Дорогие друзья, позвольте вам представить нашего нового героя Это Петр Пока все его предсказания, в отличие от Павла Глоба, сбывались Петр, какое ваше новое предсказание? Эта планета, она вне нашей системы Она очень большая На ней есть вода и жизнь А еще на ней есть счастье Прислушайтесь к тому, что он говорит Роль Пети, кстати, исполнил сын Алексея Балабанова Так вот, персонаж говорит о некой планете, которая вне нашей системы То есть, что-то, как бы, из другого мира Она очень большая, значит, там места хватит всем И самое главное, там есть счастье В следующий раз Петя появится уже только в зоне Когда расскажет, кого возьмут, а кого нет Тебя возьмут А меня? Тебя не возьмут И все его предсказания сбудутся Думаю, несложно догадаться, что возьмут их на ту самую планету А планета, это не что иное, как рай Который берут не всех И только в раю люди обретают настоящее счастье Мальчик Петя, это этакая аллюзия на апостола Петра Который всегда изображается с ключами от рая в руках Но только учитывая время Иконы и святые теперь не в церкви, а в телевизоре Подобная тема появляется в фильмах режиссера тоже далеко не в первый раз Самый яркий пример и, наверное, самая очевидная метафора Это сцена из фильма Груз-200 Когда в одной комнате со старухой вскрывают гроб Но она на это внимания не обращает Ведь ее сознание полностью поглощено телевизором Проще говоря, пока гибнут люди И происходит весь другой ужас Телевизор подменяет нам эту реальность на вымышленную Где все весело, безмятежно и все лица с телевизора святые и без греха Есть ли в этом правда или нет, думаю, вопрос риторический Большинство актеров в фильме «Я тоже хочу» — это не актеры Например, музыкант — это Олег Гаркуша, фронтмен группы «Аукцион» Хотите сказать, что ни разу не слышали песни этой группы? Да, точно слышали! Вот, например Большинство людей в этом фильме играют самих себя Более того, для этого фильма не было построено ни единой декорации Снималось все так, как есть И вот, около той самой колокольни счастья Мы встречаем еще одного персонажа Который тоже, по факту, играет самого себя А именно режиссера Роль которого исполнил сам Алексей Балабанов Что, не взяли? Я счастье хочу Да я тоже хочу А ты кто? Я кинорежиссер Член Европейской киноакадемии А ты? Кто? А я? А я просто бандит Что-то плохое сделал? Да и не одно А я не знаю, что Но я счастье хочу Как, думаю, нетрудно догадаться Здесь Алексей Балабанов задается вопросом Сделал ли он за свою жизнь что-то хорошее? Или сделал что-то плохое? Но он тоже просто хочет человеческого счастья Причем не важно, кто мы Бандит, музыкант, режиссер, проститутка Просто старик, да кто угодно Все мы, так или иначе, хотим счастья И вот, если вернуться к началу этого видео Я возьму на себя смелость предположить Это не совсем фильм Это не художественная картина А скорее прощальное письмо от автора Ведь, как говорили близкие режиссеру люди Алексей Балабанов, когда работал над этим фильмом Скорее всего, знал, что эта работа станет его последней Поэтому это не то кино, которое нужно просто смотреть Это кино, которое нужно просто принять и задуматься И пускай большинство зрителей и некоторые критики Считают эту картину самой слабой у Алексея Балабанова Может быть, это и так Но, как мне кажется, именно картина «Я тоже хочу» Это самая искренняя его работа И создавал он ее, скорее всего, не для зрителей А для самого себя Фильм «Я тоже хочу» был впервые показан 6 сентября 2012 года На 69-м Венском кинофестивале А в прокат он вышел 13 декабря 2012 года Спустя 5 месяцев, 18 мая 2013 года Алексей Балабанов ушел из жизни За 3 дня до этого он закончил работу Над первым вариантом сценария к новому своему фильму Который должен был называться «Мой брат умер» 27 июня 2013 года Через 40 дней после смерти Алексея Балабанова Обрушилась колокольня Запогодской церкви Именно ее вы видели в последнем фильме Алексея Балабанова «Я тоже хочу» Можно по-разному относиться к религии И к вере в Бога или во что-то сверхъестественное Но всегда и всем хочется верить Что каждый из нас после смерти удостоится счастья Будем надеяться, что Алексей Октябринович Балабанов Свое счастье обрел